Друзья, приветствую вас! Сегодня хочу рассказать в преддверии зимы, первого льда, как нужно правильно одеваться в морозы. Если вы купили костюм, поплавок, не поплавок, какой-то зимний, любого производителя с мембранной тканью, и производители многие пишут, там, да, минус 30, допустим, и экстрим минус 40. Что это значит? Многие после покупки костюма начинают говорить, вот, он не держит минус 30, какой там минус 30, в нем бы, дай бог, в минус 15 бы сходить. Но ошибка многих пользователей, так скажем, рыбаков, в том, что они думают, что если ты костюм одел на майку, и на нем написано минус 30, значит, можно идти в минус 30 без подштайников, без какой-то дополнительной одежды, шуруем в мороз и не мерзнем. Нет, это так не работает. Нужно одеваться послойно. Если на костюме мембранном написано, допустим, до минус 30, это значит, что, как я вот, я по своему опыту рассказываю, я одеваю термобелье, обычная это кофта и какие-то подштайники, да, тогда я выхожу в термобелье, примерно комфортно мне где-то до минус 10. Нормально. Если у нас температура доходит минус 15, и ближе еще к 20 уже, я одеваю еще флисовую кофту. Под штаны не одеваю. То есть мне комфортно с флисовой кофтой где-то до минус 20, даже до 25. Опять же, смотря какая флисовая кофта. В прошлом году у меня флис был толщиной, так скажем, 280, плотность его. Мне хватало, вот знаете, минус 20 выходишь, отлично. Минус 25 я одевал еще флисовые штаны поверх термобелья. До минус 25 нормально, но уже задумываешься, что-то как-то прохладненько. Хотя костюмы у меня от Христиана хорошие. Один раз мы в том году вышли в минус 30. И вот тогда-то я подумал, что все-таки флис 280, он маловат. И нужно что-то потеплее. Две-три кофты одевать тоже как-то не камильфо. Я привык одеваться по-легкому. Потому что мы ходим и 20 км пешком, да, по льду бывает и 15. То есть одевать себя как медвежонок тоже не хотелось бы. Поэтому в этом году я взял себе костюм с плотностью 380. По сравнению с костюмом флисовым прошлого года, который плотность поменьше, прям чувствуется он потолще. Такой, ну, прям тепло. Я вполне уверен, что в минус 25 мне вообще будет комфортно. В минус 30 будет отлично. И я буду задумываться, что бы мне еще одеть. Но я точно знаю, что я не замерзну. Потому что в прошлом году я протестировал минус 30 с ветром. Мы ловили судаков. У меня есть видео на канале. Мы ловили этих больших судаков в минус 30. И, ну, хотелось что-то одеть потеплее. Но было что было. В этом году у меня будет утеплитель чуть толще. Я вам хочу о нем рассказать. Это ХСН-овский костюм под названием Discovery. Плотность, как я уже сказал, у него 380. Сделан в красивом стиле. Можно носить его как отдельный костюм. То есть, ну, просто вот в городе, да. Вполне как спортивный костюм. Симпатично выглядит. Тепленький такой. Вот сейчас на эту погоду, на осеннюю, вышел, пошел в магазин за хлебушком. Так что костюм себя вполне позиционирует как отдельный. Не обязательно как утеплительный. Я его буду носить зимой. То есть, в минус 25. Может быть, даже в минус 20, чтобы было тепло. Ну, хотя, знаете, когда мы идем очень большие территории, проходим, тоже жалеешь, что ты сильно оделся, потому что пока ты до точки дойдешь, 10 километров пешком вот эти сани на себе дотащишь, с тебя все течет, ты потеешь. Но хорошо, что мембранные костюмы, они быстро выводят. Также этот флисовый костюм влагу очень быстро выкидывает, поэтому вы быстро сохнете и уже не мерзнете на морозе. Спокойно себе рыбачите на лунке, так сказать, в комфортных условиях. Швы у костюма все ровные, вы можете это увидеть. Ни одной нитки не торчит. Я вот как из пакета его достал, так и одел, чтобы вам показать. Замки работают шикарнейше. Внутри это вот карманы, так как у нас нет подклада, да, они сделаны вот на таких веревушках, чтобы не болтались, чтобы не мешались. Карманы глубокие. Я думаю, телефон туда точно влезет. Сейчас мы это проверим. То есть в боковой карман залазит телефон, спокойно, смотрите, ушел. Вот она же где. Ну и этот карман вполне глубокий. Уходит телефон. Вот он прям как будто под него и сделан. Здесь идет у нас ХСН вышивка. На спине идет у нас вышивка Дискавери. На брюках у нас предусмотрен ремень. Мне, в принципе, и без ремня комфортно. Резинка очень хорошая, широкая. То есть она держит брюки отлично. Но ремень может быть кому-то нужно. Может кто-то худее меня, и ему нужно подтянуть. Ну, хотя резинка сидит вполне плотно. Внизу шканин никаких манжетов нету. Просто заканчиваются. Чуть-чуть они сужаются, идут по ноге. Но никаких утягивающих элементов там нету. То есть можно спокойно носки заправить, одеть сверху брюки и вперед пойти на рыбалку. Стряхивается, смотрите, я вот на коленях постоял. Флис. Видите, колючки стряхиваются спокойно. То есть отлетает мусор с флиса быстро. Также везде присутствует вышивка ХСН по бокам. И на кармане тоже имеются два. На кармане, говорю. И на брюках тоже имеются два кармана на замке. Замки, как я не устану повторять, у ХСН фирменные. Работают отлично. Никогда не заедают. И прям бегают вообще. Песня, как говорится. У кофты воротник довольно-таки высокий. Застегивается, закрывает шею с обоих сторон. И сзади, и спереди. Я дополнительно никаких шарфов не ношу. Вот он костюм. Зимний костюм-поплавок. Или обычный костюм. Капюшон у нас закрывается. Ничего не продувается. И вполне тепло. Я думаю, в этом году точно не замерзнут. Друзья, вы в комментарии напишите, как вы в зимний период одеваетесь на рыбалку. Соблюдаете ли, так скажем, рекомендации других производителей или еще каких-то послойную одежду зимой. Или вы одеваете по старинке свитер вот этот тяжелый, с майкой там потолще и погуще. Идете. Рассказывайте, кто как одевается в комментариях, друзья. Друзья, ставьте лайки, а я продолжу вас знакомить с продукцией ХСН на своем канале. Не забывайте подписаться на канал. Всем здоровья. Пока.